Всем привет, меня зовут Майкл Наки и ФСБ, любимая служба Путина, которую некогда он возглавлял, отметилась одним из самых больших провалов в своей истории. Этот провал связанный с войной в Украине. Федеральная служба безопасности не смогла ничего, дезориентировала абсолютно российское руководство и всячески поспособствовала огромному количеству неудач российских военных в этой войне. К нашему общему счастью, надо сказать. Но тем не менее, почему этот провал случился? Были ли после этого сделаны какие-то выводы? Почему ФСБ остается одной из главных служб Путина? И каким образом оно ведет себя сейчас? Какие задачи сейчас выполняет Федеральная служба безопасности? Обо всем этом в сегодняшнем видео мы поговорили с главредом агентуры РУ Андреем Солдатовым, который подробно рассказал и описал, что действительно соответствует реальности из публикации Washington Post, что не совсем с ней соотносится и каким образом все устроено прямо сейчас. Поддержите это видео лайком, комментарием, подпиской на канал, ну и поддержите сам канал, в описании есть ссылка на Patreon. Итак, вот что Андрей Солдатов рассказал про ФСБ и главный провал этой спецслужбы. Привет, Андрей! Спасибо, что нашел время. Washington Post опубликовала большую историю о российском ФСБ и о том, как ФСБ стало фактически одной из служб, которая ковала провал Путина в этой войне. Расскажи, пожалуйста, ознакомился ли ты с этой публикацией, что в ней привлекло твое внимание, что тебе кажется правдоподобным, с чем ты не согласен. В общем, расскажи, пожалуйста, о том, как, на твой взгляд, это было устроено и, значит, в чем вы сходитесь и расходитесь с Washington Post. Добрый день! Да, это очень интересная публикация. В принципе, главное об этой публикации – это то, что она сделана на основе большого количества интервью с спецслужбами украинскими и американскими. И, честно говоря, это то, чего мы ждали, в общем, уже несколько месяцев. Потому что, собственно, это был вопрос, который возникал практически с начала войны, что, скорее всего, в руках украинской контрразведки просто в силу боевых действий должно оказаться какое-то количество людей, захваченных в плен или, по крайней мере, их переговоров и информации о деятельности российских спецслужб на территории Украины. И долгое время было не очень понятно, почему этой информации на самом деле так мало. То есть мы видели большое количество информации о военных, о гвардейцах, но очень мало информации о ФСБ. Она была довольно сильно дозирована. Вот сейчас такое впечатление, что украинские спецслужбы, ну и американские спецслужбы решили эту информацию придать в властности. И результатом этого появилась эта публикация, подготовленная Грегом Миллером и Кэффи Белтон. Это два журналиста, американский журналист и британская журналистика, которые, собственно, сделали этот материал. Что, в общем, там, как мне кажется, является, собственно, важным элементом. Это то, что там сделан упор на деятельность пятой службы ФСБ, на департамент оперативной информации, который является подразделением пятой службы. То есть все то же самое подразделение во главе с Сергеем Беседой, о котором мы говорим практически с начала войны. То есть, в общем, информация украинской стороны и американской стороны подтверждает, что именно это подразделение ФСБ играло ключевую роль в подготовке войны, в начале войны. Там есть несколько очень таких хороших деталей о том, что там люди из ФСБ были готовы даже, ну, были настолько уверены в легкой победе, что оставили ключи там подходящим войскам. И, в общем, это все очень любопытно и интересно. Что, конечно, нужно учитывать, оценивая эту публикацию, что все-таки это информация спецслужб, которая, в общем, понятно, исходит каких-то из своих интересов. Вот, и поэтому, конечно, там есть моменты, которые совпадают с тем, о чем писали российские независимые журналисты и украинские журналисты, и что-то не совпадает. Ну, наиболее интересным, конечно, для меня был вопрос о том, что, собственно, например, они пишут, что им непонятна информация о репрессиях в отношении ФСБ, что никаких репрессий в отношении ФСБ не было. Мне эта информация, честно говоря, сильно удивила, потому что я иногда не очень понимаю, за что я получил уголовное дело, в котором мне написано, что, собственно, я и получил это уголовное дело за информацию про Сергея Беседу и про его трудности. Ну, это оставляем на совести оперативных сотрудников спецслужб, которые, видимо, исходили из каких-то там своих интересов. Именно таким образом дозируя информацию. Что еще интересно, это, конечно, информация о том, что были подготовлены практически, насколько я понял, два правительства, которые должны были возглавить страну в случае успеха операции. Роль Януковича в данном случае, конечно, впервые, по-моему, насколько я могу свидеть, так четко артикулирована, что вызывает у меня определенные сомнения. Ну, наверное, надо ждать появления большего количества информации по этому поводу. При этом расскажи, пожалуйста, чуть подробнее, как, ну, по крайней мере, с теми деталями, с которыми ты согласен, о том, как ФСБ готовилась к этой войне и почему, собственно, на плечах ФСБ предполагалась одна из основных деятельностей по подготовке к этой войне. Да, и с точки зрения предоставления информации, с точки зрения налаживания агентуры в Украине. В общем, почему считали, что настолько легко все это будет сделано, и вот как ты говоришь, в том числе оставляли ключи, значит, подходящим подразделениям. Ну, здесь, в принципе, то, что мы прочитали, совпадает с тем, что писали российские, украинские журналисты все это время, что внутри ФСБ существовало такое представление о том, что, в общем, режим, как они это называют, в Киеве быстро пойдет, он коррумтирован, там достаточно агентуры, и необходимо просто подготовить некоторые чисто уже военные тактические вещи, там, приготовить аэропорт в Гастомеле для приема десантников, и все будет очень быстро, легко и за несколько дней кончится. Повторюсь, здесь больших неожиданностей, в принципе, мы не найдем. Есть ли там какая-то там конкретика, которая показывала, какими инструментами это осуществлялось? Я бы не сказал, что там есть некоторые новые фамилии, то есть, например, мы знаем довольно хорошо состав пятой службы и департамента оперативной информации ДОИ, там есть некоторые новые информации о сотрудниках девятого управления, то есть дело в том, что ДОИ организован по географическому принципу, то есть управление внутри отвечает, каждое управление отвечает за свой регион, за свою страну, а девятое управление отвечает за Украину. И некоторые фамилии, которые были озвучены, там, например, фамилия Коваленко, не была озвучена так публично, ну, по крайней мере, так много внимания не уделялось его деятельности, вот эта информация является новой. Ну, если мы говорим не только про новую, но просто чтобы суммировать, да, потому что эти материалы Washington Post, как и первый материал про то, как шла подготовка к этой войне и как Запад пытался, да, предпринять усилия, чтобы ее не случилось, так и этот материал про ФСБ, это же такие, знаешь, что называется, для последующих учебников. То есть первая попытка как-то классифицировать, да, и структурировать, потому что в целом, по большей части, все, что есть в этих материалах, мы с тобой уже не раз проговаривали. Но вот как с точки зрения, там, понимания сейчас уже не просто на уровне твоего анализа и твоей информации, но на уровне, так сказать, задокументированного факта. Я, в том числе, хотелось бы понять, как и сколько лет выстраивалась вся эта сеть и каким образом она пыталась влиять на Украину и на украинских политиков. Ну, я так понимаю, что тут, в принципе, больших изначений нет, что работа по Украине велась довольно длительное время, но последние два года она была идентифицирована. И вырос и состав 9-го управления, Департамента оперативной информации 5-й службы, количество просто людей, которые работают по украинскому направлению, их просто стало больше. И это, собственно, началось, если я не ошибаюсь, там, они пишут где-то с 2019 года, чуть-чуть даже раньше, по моим данным. То есть, на самом деле, рост внимания к региону, он фиксировался довольно давно, и я бы сказал, что нельзя сказать, я думаю, что это было бы упрощением, что просто увеличение количества ресурсов, которое бросало ФСБ на Украину, неминуемо означало, что Владимир Путин в какой-то момент отдаст приказ о вторжении. Это скорее говорило о том, что регион становится все более важным, Владимир Путин на этом деле циклится, ФСБ пытался ему подыграть, собственно, выделяя больше ресурсов на этот регион, больше ресурсов, больше денег, больше денег, больше возможностей. Мы все понимаем эту бюрократическую логику ФСБ. ФСБ не случайно так много лет ходили слухи о том, что были всякие проблемы с распределением средств на агентурную работу на территории Украины. Ну, просто мы должны понимать, что это большое количество денег, которое просто уходило на всю эту деятельность. И ФСБ было крайне заинтересовано, собственно, тянуть эту историю как можно дольше. Ну, а потом было принято вот это решение, которое, повторюсь, как мне кажется, наверное, тут никаких разночтений нет, что Владимир Путин очень хотел получить подтверждение своим идеям о том, что надо уже вот это делать и что можно это сделать очень быстро. Ну и ФСБ подыграло. Насколько вообще это можно считать провалом ФСБ? То есть, насколько можно считать, что это действительно результат их там плохой работы или плохого информирования? То есть, как ты это анализируешь и оцениваешь сейчас, оглядываясь назад? Конечно, это был провал. Конечно, идея о том, что можно захватить такую большую страну, полностью изменить политическое устройство за несколько дней, повторив, я не знаю, то ли они вдохновлялись примером операции в Чехословаке в 68-м году, то ли еще с чем-то более близким. Но, в общем, это было, безусловно, абсолютным провалом и неправильной оценкой ситуации. Было ли это провалом с точки зрения Владимира Путина? Ну, видимо, только до какой-то степени. Потому что мы все-таки понимаем, что есть тактические соображения, из которых он исходит, а есть такая концептуальная картина мира, которая есть у него и которая есть у сотрудников ФСБ, в которой, в этой картине мира, этот мир виден в крайне мрачных тонах, что есть великий заговор против Российской Федерации. И, в общем, то, что происходит, по большому счету, все равно соответствует картине мира и ФСБшникова, и Путина. Что, посмотрите, мы начали эту операцию, а Украина получила поддержку страны Запада. Но мы же всегда знали, что они хотят только воспользоваться случаем, чтобы на нас напасть. Дальше это перевернутая логика, в которой уже не российская сторона является нападающей, а Запад является стороной, которая спровоцировала Россию или еще что-то сделала. И в такой ситуации, по большому счету, все равно все эти люди с общим бэкграундом исходят из одинаковых представлений о мире и о том, что и как в этом мире делать. В целом, это какой-то первый провал ФСБ за время, ну, как это сказать, доминирования этой спецслужбы в картине мира Владимира Путина, или это уже какая-то такая систематическая, скорее, вещь? Нет, это абсолютно систематическая вещь. Причем ФСБ проваливалось не только за пределами страны, ФСБ проваливалось внутри страны. Самый громкий пример, и, кстати, по-моему, единственный пример до ситуации с беседой, когда Путин наказывал генерала ФСБ, это все началось еще... В 2004 году была такая история, когда отряды Басаева на полтора дня захватили контроль над Ингушетией. И вот тогда Владимир Путин вышел просто из себя, выгнал трех генералов, если я правильно помню. Никого, правда, тогда не сажал, но выгнал. Но после этого было много историй. Была история с революцией на Майдане, которую тот же генерал Беседа абсолютно пропустил, вел себя странно, ничего не сделал того, что, собственно, от него ждали. Были события 2011-2012 годов, когда замдиректора ФСБ абсолютно в открытую признался, что они растерялись и не знали, что делать с твиттер-революцией, как они ее тогда называли. И, в общем, мы видим, что истории провала было много. Но здесь проблема в том, что Владимир Путин все равно считает, что это вот тот инструмент, который ему нужен, что политические кризисы нужно решать именно с помощью таких вот инструментов. Ну и приходится иметь дело с тем, что есть. Вот такой инструмент есть в его руках, вот он им и пользуется. Какие, на твой взгляд и по твоей информации, сделаны выводы и были ли они сделаны? Что известно на данном этапе о генерале Беседе? Или давай в целом воскресим как-то его путь, значит, с тем, как он пропал из публичного поля? Да, потом появился. Да, как нам его пихали, причем без фотографий, но типа говорили, точно-точно, поверьте, он, значит, на свободе. В общем, расскажи, пожалуйста, о каких тебе известно вообще вещах, происходящих сейчас в ФСБ. Ну, самое интересное, это то, что происходит вокруг тюрьмы Лефортова, как мне кажется, потому что там выделено целое крыло для, как мне говорили, как для сотрудников СБУ, захваченных в плен и азовцев, так и для провинившихся сотрудников ФСБ, которых держат там в режиме строжайшей секретности, так что обычные сотрудники СИЗО Лефортова не имеют туда доступа. Количество попавших людей под разного рода проблемы, в общем, поэтому очень тяжело посчитать. То есть сейчас источники тут не могут выдать четкую картину, что происходит, но сейчас еще картина, собственно, она, я бы сказал, довольно сложная, потому что сейчас уже начали сотрудников ФСБ отправлять вот в эти трехмесячные командировки на оккупированную территорию, о которых, мне кажется, мы уже говорили в прошлый раз. И вот это уже имеет место. Соответственно, сотрудников отправляют, они там исчезают из центрального аппарата, направляются в командировки. Вот, что там происходит, как эта ситуация развивается, надо будет еще последить. Ну и хочу тебя спросить как раз про... Вот окей, мы много говорим про провал этой войны в контексте ФСБ, которая информировала всячески и информировала неправильно, но в чем дальше заключался функционал ФСБ, в чем он заключается сейчас, чем они занимаются и насколько это у них выходит? Ну смотри, основная задача, конечно, сейчас это фильтрация. Фильтрация гражданского населения на оккупированных территориях и фильтрация украинцев, которых переправляют на территорию России. Зона ответственности ФСБ и, прежде всего, органов военной контрразведки это фильтрационные лагеря. Это такая тяжелая история, потому что это как раз то место и те места, где применяются к гражданскому населению и пытки, и физическое унижение, и психологическое давление, потому что задача этих фильтрационных лагерей это не обеспечить безопасность, как утверждает ФСБ, а это, прежде всего, получить большое количество агентуры. То есть именно там происходит вербовка, собственно, агентуры для ФСБ, для последующего использования как на оккупированных территориях, так и на территории Украины, которая не захвачена. Это такой, скажем так, оправданный временем способ, который всегда использовали в советских и российских спецслужбах, использовали и после Великой Отечественной войны на территории Западной Украины, использовали и в Восточной Европе, и использовали в Чечне. Создаёшь большой фильтрационный лагерь, организуешь большой поток людей, которые туда попадают, и в этом месте ты имеешь возможность, лучшие на самом деле возможности для вербовки людей, потому что можешь оказывать в этом месте и психологическое, и физическое давление. Именно это сейчас происходит. Это первая задача. Вторая задача, которая тоже, опять-таки, ложится на плечи военной контрразведки, это всё-таки обеспечить безопасность военных объектов как на оккупированных территориях, так и на территории Крыма, и на территории областей, которые примыкают к территории Украины. Но на территории Крыма как-то получается так себе, если честно. Везде получается так себе, если честно. Что меня сильно удивляет, потому что сил и средств, выделенных на военную контрразведку, более чем достаточно. То есть в одном Крыму есть не только управление ФСБ по Крыму, но есть управление ФСБ по Черноморскому флоту, есть подразделения военной контрразведки, которые специально командируются, есть подразделения в лонских частях. То есть людей-то для этого достаточно. Людей, которые должны следить за тем, чтобы не было, например, информации, где конкретно в этот период времени базируются те или иные силы и средства, от самолетов до соединений. Поэтому почему здесь так плохо происходит работа, я думаю, что проблема в масштабе. Даже в Чечне, честно говоря, было довольно тяжело обеспечивать безопасность воинских частей. И одни из самых жестоких атак террористических, тех же, например, шахидок, которые использовались в самом начале 2000-х, чеченцами, они как раз... Это были нападения на военные базы. И даже от них невозможно было. Ну, то есть плохо удавалось защититься. А здесь масштаб совершенно другой. Возможности украинской армии просто другие. То есть у них есть какие-то совсем другие инструменты, как мы видим. Инструменты. И, в общем, получается, что этот масштаб, он как-то оказывается не под силу органам Федеральной службы безопасности. Спасибо большое, что посмотрели. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите о них в комментариях. Поговорим с Андреем в следующий раз, отвечая в том числе на ваши комментарии и вопросы. Ну, а с вами был Майкл Наки. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok